Настольная посудомоечная машинка Примерно так это все выглядит, но не обессудьте, посудомойка находится в использовании, поэтому имеет рабочий вид Сегодня мы хотим рассказать, что необходимо для ухода за посудомойкой, как надо с ней взаимодействовать и с помощью каких средств Первое средство достаточно известное, это простые таблетки для посудомойки Как правило они используются для больших посудомоек, выглядят они вот так Ну различия в основном в производителях, ну по сути таблетки выглядят всегда примерно вот так Можно использовать их Закладываются они в вот этот отсек, то есть я ее сейчас раздевать не буду, открывать Она кладется сюда, закрывается, фиксируется и дальше происходит процесс мойки Кроме того, почему используют часто таблетки, в них идет моющее вещество, ополаскиватель и еще какая-то полезная вещь для посудомойки Но как правило на настольную одной таблеточки это много То есть либо вам придется ее крошить, резать пополам Или просто взять и начать использовать порошок для посудомойки Выглядеть он может вот так В данном случае у нас вот такой Чем отличается порошок? Когда вы покупаете таблетки, ну вот такая вот пачечка стоила примерно 100 рублей 16 штук В данном случае, ну это не очень экономично, потому что как правило и даже для маленькой и для большой это многовато иной раз бывает так на таблетке Здесь вы переплачиваете, переплачиваете за одноразовый, так скажем, материал То есть прессованный Здесь вот порошок, он стоит существенно дешевле То есть если здесь 16 моек зашито и стоит это 100 рублей То здесь, как вы видите, 83 раза вы сможете помыть посуду с помощью этого порошка Стоит такой 700 рублей То есть, ну, понятное дело, что существенно выгоднее получается Ну вот, 700 рублей, но был куплен он по скидке Ну, допустим, 500 Но, тем не менее, вы все равно переплачиваете за тару Вот за эту тару Замечательную, красивую Удобную Но переплачиваете Также вы можете Насыпать этот порошок, как насыпается сюда То есть там, как дозатор, где-то посуду насыпаете Потому что производители посудомоечных машин Всегда хотят, чтобы больше средств выстратили Потому что у них определенные стандартные Они взаимодействуют с производителями средств для посудомоек И, соответственно, делают так, чтобы тратили средств больше Ну, насыпается Здесь вот есть уровень 9 мл Ну, насыпать надо чуть-чуть поменьше Вот так вот Этого вполне хватит на данную посудомойку И вернемся к тому, что вот В ситуации с порошком вы переплачиваете за тару То есть наиболее эффективно Это просто купить Есть порошок вот в таких коробочках В данном случае у нас таблетки А есть просто порошок Стоит он существенно дешевле Нежели такой тары Но, конечно, его неудобно использовать Потому что вам придется, ну, не знаю, ложкой чайной насыпать Поэтому есть, наверное, наиболее оптимальный вариант Это вы один раз купите вот такую тару Порошок у вас закончится И вы туда пересыпите уже из коробочки И будете использовать очень удобно Или можете просто взять Завести мерную ложку И засыпать аккуратно вот в эту часть Помимо прочего Если вы стираете порошком Моете посуду Вам, скорее всего, если... Ну, разумеется, если вы моете стеклянную посуду Там бокалы хрустальные То это будет актуально вам Заливать ополаскиватель Ополаскиватель заливается в эту часть И регулируется То есть регулируете сами на глаз То есть помыли один раз, посмотрели Хорошо, качественно, эффективно и неэффективно И заливаете туда, подкручиваете больше-меньше ополаскивателя Ну, все это эмпирическим путем доходит Опыт-опыт Смотрите и настраиваете Ну, в данном случае у нас помылась чашечка вот так вот Мне кажется, что хорошо Без разводов, чистенько Поэтому ополаскиватель не используем в данном случае Уберем, чтобы ее не разбить Ну, конечно, для больших любителей всего блестящего Вот здесь как раз нарисовано Так вот Можно купить ополаскиватель и использовать также ополаскиватель Ну, вот он продается, как правило, в бутылочках Как правило, это финиш, наиболее адекватный ополаскиватель Ну, мне все нравится, поэтому я не добавляю Что еще нужно в посудомоечной машине? Ей нужна соль В любых регионах, больше или меньше, но она ей нужна Есть, конечно, разные соли Не только финиш Но вот такой же марки, как порошок, соль есть Но она мелкая, как поваренная То есть, чем крупнее соль, тем реже вам придется засыпать ее в посудомойку Вот здесь такие гранулы, они дольше будут смываться У конкурентов, как правило, финиша Соль существенно меньше И экономия получается, ну, глупой, неэффективной Как узнать, сколько нужно засыпать соли, сколько она будет потреблять? Ну, как правило, засыпаете просто под крышку Вот там вот есть Сейчас покажу вам Вот там вот есть Такая крышечка Когда ее отвинчиваете И туда с помощью конуса или воронки Или просто аккуратно засыпаете Соль Пока она просто, ну, не наполнится Сразу предупреждаю, там находится вода, как правило, всегда в пустономочной машинке Поэтому не пугайтесь, это нормально Ну, мы используем вот это вот В принципе, можем даже рекомендовать Как узнать, все-таки Если вам прям очень захотелось Насколько нужно Ставить потребление соли То есть у нас не настраивается Но есть пустономойки, в которых настраивается Потребление соли В пустономойке Делается очень просто Либо вы смотрите в интернете Жесткость воды в вашем регионе Либо звоните на водоканал И спрашиваете Вот, хочу подключить пустономочную машинку Какая у нас жесткость воды Ну и также опять потихонечку подстраиваете И смотрите рекомендуемый режим работы Для вашего региона При определенной жесткости воды Соль нужна для того, чтобы Соответственно, воду немножечко Более жесткой делать Потому что в Питере, например, очень мягкая вода Прям очень-очень Не хватает в ней кальция, солей И поэтому механизм от этого может портиться Ну, где не только механизм Но и зубы, и все что угодно Поэтому очень важно следить Не только за пустономочной машинкой Но и за, собственно, здоровьем Вот на этом все Сейчас мы еще раз поставим Основные средства Про которые сегодня рассказывали Вот примерно такие Такой комплект вам понадобится Для ежедневного использования Пустономочной машинки На этом все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok